Всем привет! Вы на канале Бирхантер. Сегодня будем стрелять из Дум Мини и вот с такого дешманского арбалета тоже. Давайте сначала из Дум Мини стрельнем. В принципе, я уже из него стрелял, но все равно. Давайте разведем. Три стрелы. Подойди. Видите, стрелы обычные красненькие. Три стрелы. А потом разберемся, какой арбалет лучше. Дорогой или дешевый. Все-таки пора очки уже одевать. Можно с этой руки стрелять тоже. Ух ты как! Слушайте, можно и с левой руки стрелять. Я же метатель правша, но с левой руки можно, оказывается, стрелять неплохо. Давайте нормальный арбалет теперь в сторону уберем и возьмем дешевенький. Так. И здесь будут стрелы. Вот. Оперение будет покрашено. Единственная проблема, я тут климатор поставил, батарейка села. Будем наугад стрелять. Надо вспомнить еще, как возводить этот арбалет. Так. Трелы одинаковые возьмем. Дырхантеровки. Так. Прегранитель. Вот. Извините за эмоции. Эта фигня даже в хладов не восстановился. Мощный называется. Ни хрена он не мощный. Фигня не арбалет оказался. Слушайте, а когда в узолоновскую мишень стрелял, вроде мощный арбалет был. А в железо он не пробивает. Фигня моя. Ну, тут уже сравнения никакого нету. Потому что, вроде, когда возолон стрелял в мишень, стрелы одинаково в глубину уходили. То есть, с этого арбалета, как он называется-то? Аллигатор, что ли? Посмотри. Аллигатор? Там стрела в узолон утопало. Вот. Вот настолько разница у них была. А тут, в железный холодильник пробить даже не мог. Ну, ё-моё. Ну, тут даже в холодильник уходить не стоит. Сейчас я быстро сбегаю. Давайте теперь поближе всё рассмотрим. Идём сюда. Оператор. Смотрите. Беру вот так вот и вот так вот. Как мы там делали-то? Смотрите. Видно? Ну, как вот пластиковый арбалет, хоть он и лёгкий, видно, что он сгибается. Вот как он может метко стрелять? Во-вторых, смотрите. Ручку я здесь приделал на саморезах. Иначе никак. Здесь вот прицел крепить. Он тоже там на саморезах. Вот эта планка прикреплена. Потому что прицел сюда делаешь. Из него метка. Невозможно стрелять. Потому что прицел я сюда сделал. Ну, всё нормально. Стрелил. Вроде прицел набил. Чуть задел. А тут вот эта планка. Иди сюда. Она ходуном ходит. Я её на суперклей приклеил. И плюс саморезами там вот вкрутил. И после этого только коллиматор сюда надел. Более-менее стал. Но всё равно он не меткий. Ребят, ну это... Тысяч пять вот это вот стоит. Покураживать сюда, не спорю. Ну, сами видели. Пробивная способность у него вообще никакая. Вот. Супер машина. Я специально два одинаковых взял. Этот цельнометаллический железный. Видите, даже оптика стоит. Потому что точно арбалет. Даже с тридцати метров нормально стреляет. Этот, ну, метров пять-семь. Максимум. И я так думаю... Ну, во-вторых... Ещё раз. Давай ещё раз покажем. Ну, видно. Как планка ходуном ходит. Видно? Ну, ты моё лицо не снимай. Вот, сейчас видно. А так вот. Во! Видите? Прям ходуном всё ходит. Боишься его сломать. Я почти нагрузки-то не делал никакие. Ну, как вот пластиковый арбалет может метко стрелять? Ну, пять-десять метров куражится. О точной стрельбе никакой речи не идёт. Здесь вот точная стрельба речь идёт. Это чисто кураж. Ну, это стоит почти в десять раз дороже, чем этот. А этот взять, ну, метров максимум с десяти можно пострелять. И то кучности никакой не будет. Думал, сюда вот лазерку установить. Но тут тоже, видите, планка гуляет при выстреле. И, короче говоря, у кого денег нет, можете покупать. Но лучше денег подкопить и нормальный арбалет купить. Как-то вот так вот. Ну, видите, даже холодильник железный не пробил. Повторюсь, в изолон стрелял был нормально. Почти одинаково стрелы находили. От Doom Mini. Агрегатор, правда, был. Но какая разница? У них мощность одинаковая. Сорок три килограмма. И это. Выглядит супер. Ну, повторюсь опять. Пластиковая рама. Невозможно на нее поставить нормальный прицел. Покуражиться 5-10 метров можно. Точная стрельба оберхантера. Так что, если пластиковые легкие арбалеты найдете, сразу знайте, он неметко стреляет. Всем пока. До новых встреч. Пишите комментарии, как вам такая рубрика. Какой арбалет лучше? Легкий или цельнометаллический нормальный? Лучше пускай тяжелее будет, зато метко будет стрелять. Всем пока. До новых встреч. Горития. Пока.